горит потому что никаких оснований то нету это видео то у меня написано входящие видео все включено это не может быть даже у меня если не видно у меня это не может быть у меня просто не может быть а у вас что-то не включена камера где-то еще сейчас данный момент не используется примеру в чат рулетки нет выключено там нет ничего все выключено сейчас еще я зайду посмотрю если она где-то используется она сюда не может примениться да нет нигде не используется ничего у меня все полная тишина вот я сейчас прохожу контакты посмотрите контакты в каком контакте ну между контакты проводные водку на тушу проводные я могу сейчас под вот поспортика вот тащила вытащила еще нет еще раз сейчас 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 вот видите снизу там есть такие значок красный такой как трубка такая красная где внутри три значка посередине снизу и вот если на средний значок вы мышкой наведете наведите мышкой что-нибудь будет у вас там написано включить видео что написано отключить видео да вот отключите включить сделайте там все пошло получилось все заработало чего она не работала не знаю какой то оборудование что-то бывает 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 такой так благословен господь и так что хотите хотел бы вот задать вопросы потому что темы поднимаются из года в год изо дня в день все время одно и то же ссылаются на всякие обвинения на вас я бы хотел чтобы мы в одном ролике это разобрали просто все обвинения которые основные на вас существуют потому что люди они не занимаются этим делом они там достаточно только послушать а сами не хотят вникать и не знаю что вранье я в это уже просто не верю вот мы где находимся здесь иконы не признают мы иконы то не признаем мы же баптисты а их учили баптисты сектанты икон не имеют он изначально взял что баптисты и теперь все под это подгоняет и вот человек приходит к нам и потом встречается с этими хулитель меня там нет еще игры чтобы у них там икон от пола до потолка до потолка у них нету икон это ради вас они повесили иконы есть еще не играет он изначально получил столкнули его в помойную яму он с головой погрузился и теперь он видит все колышащиеся вот у нас случилось так китман освященник был владимир струтаев ну и там какие-то дом ему купили там машину а потом он перевел на жену там какая-то махинации подал и епархия на него его посадили шесть лет кажется накатили но я-то хожу в тюрьму его вижу с ним встречаюсь начинаю ходатайствовать в прокуратуре краевой его сестра стала ходить к нам занятия оделась по форме стала ходить везде она наша но вот его освободили мы с ним встречаемся здоровый крепкий мужик а в соседнем селе как раз жил я говорю вот теперь ходит молиться с нами отец владимир вы говорили что у нас икон нет конечно но вы знали что мы православные иконы конечно знал а зачем же говорили а чтоб к вам не ходили у него цель изначально одна другие говорят у них нет епископа и вот пришла одна женщина оттуда нам ходила и в это время епископ приехал идет такое красочное богослужение славно вот она пришла и говорит вы говорили епископа нет а он есть да нет это он приехал они его потом палками бьют показа залез не прогонят уговорить то что с людьми которых детские разным лепещущи епископа бьем палками а вы знаете что у них у них жирных нету людей они их погреб сажают а потом на весы поднимают из погреба бетонного бункера а потом если вес его не соответствует опять опускают а у нас смотри какие ты же видишь какие разные люди его можно наказать нет его нужно в погреб посадить который говорит и не упускать как пока не принесет покаяние во лжи вот у протопопа вакуума есть такое там один какой-то звонарь панамарь что-то делал ну и царство небесное подавай царство небесное хочу ну вот протопопа вакуума захватил и говорит царство небесное остается душе вот в этом теле человек не может поэтому сначала нужно его обезглавить и душа тогда пойдет вяжите его его повалили значит мы перед этим чтобы тебя кровь хорошо играла надо выпадать сначала и пошел его там охаживать так давайте сюда топор не буду больше никогда не буду нет не надо мне от от кого царством и вот пустили он через плетень перепрыгнул кричит скупейку забуду да пропаде на скупейка лишь бы удрать вот и все нельзя доказать ничего нет у него сбиты здесь он не разрешение духов не имеют я показал первое користре 14 глава это дар божий то а здесь умышленно он у нас был молился видел а теперь клещет я ничего не скрываю как есть а мне нужно чтобы опровергать не надо это великая награда на небесах считаем мы блаженство когда будут поносить вас как неугодное богу они за бога решает неугодное почитаем 3 псалом враги говорят нет ему спасения в боге они мне говорят нет спасения я считаю писание есть спасение я каждый день работаю те которые нападаете никогда не видел чтобы они работали ни одного ролика не видел чтобы они обедали там нету этого и как будто какие-то лица другой раз нету или вместо себя энштейна поставит аватар них я не признаю и не принимаю это но они есть вот сегодня за ночь против меня комментарий который я вчера ролики поставил на новые ролики примерно я не знаю 30 или 35 отзывов из них только два справедливые остальные ругательства три слова и все матершинные я чё ему буду доказывать то а этот священник сидит да то самые грешные люди самые-самые большая часть священства погибает с архиереями иоанн златоуст серафим саровский мы считаем третий том настольной книги священнослужителя 601 страница три дня три ночи молится не о спасении царя его семейства а об архиереях и священниках и бога заговорил для меня тайна как заговорил шуми ветра тутовых деревьев или как но дальше прямая речь кавычки не пощежу и не помилую ибо заповеди мои заменили вымыслами человеческими 118 и псалом 113 стих бог ответил ни одного спасенного нет как будто мы видим за царем за патриархом на голгофу потянулась вся россия они туда привели и это тоже нужно было за исправление многие там покаялись одного посадили так он за ним гонялись гонялись и ну он в армии уже служил корсомесы записался и работает пулеметчик отличные характеристики все и вдруг его вызывает полковник так как дела у вас демин служу советскому союзу все благополучно и так звание получил старший сержант он посмотрел на меня поднял ладонь как хлопнул сволочь скрылся кулацкая рожа от тебя из деревни пришло а он в деревне когда раскулащивали родители то забрали а мы остались а комсовольцы в окна везде заглядывает и мы как между простенком сидели дома шепотом разговаривали и когда он где-то служил в это время нашли и сообщили и он теперь сидит ну комсоволец выбросили 10 лет дали и вдруг ему один пришел и говорит а ты слышал там это 37 год там такая щистка была ты где служил такой щас его вашего полковника забрали расстреляли расстреляли я вверх впервые широко перекрестился есть ты бог долго терпит до крепко бьешь вот я хочу сказать у них это все впереди меня бог на это поставил нести истину они ее не знают и поэтому истина в извращенном виде показывается не истиной они знают или не знают им это не надо он это есть бы только ищет кого укусить он сблёвает эту ядовитую свою блевотину жирает теперь брыжет я я буду заниматься мне зачем у меня вот приехал сейчас новый человек и выставляю ролики беседу армянин в грузии живет а у меня с поездки сохранилась валюта грузинская там разные разные те скорее этому все его вручаю чтобы он отдал куда-то бесплатно у меня занятия идут сегодня пришел новый человек к утру я поставлю ролик однажды я в окно смотрю кто-то промелькнул ну тут кусты у меня калины и плохо плохо видно я скорее наружку включил гляжу с велосипедом что такое у нас не заходят с велосипедом тут эта калитка там я дальше смотрю он пошел дальше-то мне видать я сижу здесь к соседям а а он думает наружная сене дверь-то это дверь в избу это сене я не слышал железная дверь и гляжу он опять заходит я тогда вышел стали говорить кто такой евгений а что ищете я вас слышал хотел лично увидеть а я живу барнауле и жить барнауле с вами не встретиться я уже ролики ваши смотрю восхитительный такой ну пытался летом найти у нас нету и сегодня пришел я узнал мне трехтом не бы достать вот то другое и вот как мы разговариваем в коридоре идем все есть сняли как уходим он рассчитывается и говорит о крещении вы дайте там объявление попутно сказать кто хочет получить настоящие истинное крещение как вы чтобы написали приготовились и сообщим какого числа седьмого если не попадает то за седьмым первое воскресенье июля вот это надо подготавливать новую группу людей вот теперь кто там выступает а теперь вот такой то там в америке который вас поносил сатана сатанисты дьявол то есть безумный из баптиста пришедший вмигом ставший православным из-за чего я сказал что крещение ты не принимал и считаешь истинным крещение эритическая церковь никогда этого не делала он поднялся их сбросила там дудин священник 9 роликов он глушит и глушит я их вам как-то выдам распространить по всему миру хорошие беседы были а его тут типаненко скинули а его на эту должность и он с ума сошел я буду оправдываться в чем я пытаюсь сказать он не слышит вот там макс какой-то максимом вроде георгий и мало ли их таких не хватало еще только я с первого дня все жду когда на меня посыпется от качева андрей а не будет ну не знаю может быть его звякнули закон но с первого дня я он никогда никого не трогает вот никогда все кто занимается благовестием он их не трогать мне это разницы нету там осипов может броситься тоже как будто бы молчит но материал его посылал когда раньше он все одобрил материалы принял смирнов не одобрил о войне я ему посылал ну это такое дело так и здесь сегодня сколько их я больше 10 тысяч 500 человек только заблокировал 10 тысяч это один и тоже мог жить нет ни один разные при том на все ролики подряд кидаются я могу сказать я не такой и запах другой вот побыл шахматом здесь что он отсюда поехал первое никогда в жизни так не хотела мне материться и блудить то есть у него здесь завязан был один орган узлом он же в секс индустрии работал я зову на встречу нету сейчас мне жалко конечно я называю алексея блуждающий так и молюсь о нем может быть кота встречи и вот он покаяние или что там дает не знаю он был там там какая-то вонючка это от него запах вонючий я ни слова не сказал прокурены а у нас каждый день каждой неделю бани ничего нету нету совершенно нет у меня другие говорят а как вы моете из другой почему от вас никакого запаха нету даже люди которые очень привередливые а я другой раз зимой могу вместе с ней ходить полгода там полгода не бывает так и вообще ничего нету нету просто я знаю но мне рубашка остается чистая запаха нету и мне ходить через город у меня дома то нету а здесь я только что помылся перед встречей и был бы запах какой-то ну нет этого я буду оправдываться кому не понятно он курит я не курю он в гостиницах везде шатается я нигде не бываю как дома и хожу у меня как парк какой-то где мне дали там такой синицкий бросился ему дали незаконно дали такое место престижное в центре города красиво и опи рядом это прокурор края и нас вместе изобразила но я буду оправдываться перед ним а доказать что он масон и каждое выступление у кого-то укусить другой то должности нету только кусать да их таких-то сколько да я каждый день молюсь господи просвети их разум и в судный день не помини их безумие сжалься над ними у меня слезы о них наворачиваются как они будут отвечать на суде божием они ни одного слова не говорят правды а мне какое дело у меня сегодня дел хватает володя пошел еще тут кое-что сделал что-то не сделал говорит это надо сделать я прошу у него работы ты идешь а я остаюсь чем надо с фруктами с продуктами с дровами с углем и вот сегодня пожалуйста раз вы желали я удовлетворю вашу просьбу полностью начинай благодарю евгений вот этот который к вам приходил это в фейсбуке он выходил на вас и я ему вот сказал непосредственно к вам прийти и взять эти евгений евгений а евгений ну вот видишь как это вот он пришел да значит да вот был я увидите так ну вот теперь кто-то сегодня игнатов кажется и на сергей игорович и говорит ой в фейсбуке игнать и лапкин так работают этом не бывают это вы наверно там выставляете даже там тот который враг который сатаной там называл и он одобряет меня это не касается у меня каждый день свое мне нужно семь раз непременно помолиться семь раз а когда время есть примерно 18 раз стать на молитву почему я и жил уже все в своей жизни при большей крепости 80 у меня и крепости не там уже 81 я уже не знаю взаймы живу или как ну и не могу не ответить почему я живой опять встал опять здоровья ой да как вы хорошо выглядите сейчас рулетки только начал у меня уже около десяти роликов у них такие нету и готовые уже они не закачались не успели я их выключил чтобы не мешали тут разговаривать вот какое брат дело-то обвинения какие что пожалуйста у нас был тут один она не когда четыре тома были как ковырялись это они оттуда берут волков и разберем вот в 2018 году задали вопрос такому священнику притерею дмитрию шубшанову шу шпанов в интернете православия точка кг такой сайт есть и вот такой вопрос здравствуйте отец дмитрий у меня к вам такой вопрос на ютубе можно найти игнатия лапкина который называет себя православным миссионером можно ли смотреть его ролики и вот протерея отвечает ответ там такой большой но я скажу только суть вот что касается вас он говорит что можно определить тех кто по трем признакам там отношение к лидеру там отношение к святым отцам отношение каноническому церковному священачалью и епископату и он говорит по киргизской епархии я считал если игнатий лапкин пользуется безусловно авторитетом гуру в общинах по порядку давай дальше не надо гуру что означает учитель на учитель это неплохое слово еще ничего тут нету и авторитет действительно тоже хорошо действительно так я работаю над конкретными душами я не видел чтобы качев там кто такие там есть смирнов работали на душами нет он сидит пьет хлюпает водой там и все больше его нигде не вижу над конкретной душой перед ним без платков сидят в штанах там с папиросами уже наверняка сидят люди ему разницы никакой нету до них и повернули как-то ткачев говорит так и там видно там как брова на движение в храме ты посмотри как у нас и все говорят как вы добились такого порядка исполнения канонов им это не надо они не верующие и и поэтому говорить им не давайте святыни псам один ответ и дальше что он говорит весь уклад их жизни строго регламентируется его распоряжениями почему мы моими распоряжениями в конституции сейчас выполняем чьи распоряжения ее составили проголосовали мои распоряжения потеряемки нужен устав нужен дали никто не составляет никто подержали нету я составил 40 пунктов посмотрели приняли 28 лет стоит на месте никаких добавок даже нету почему потому что обдуманно все опыт жизни не сливать горючего там не оставлять без присмотра детей зимой не приезжать потому что можно вокруг потеряемки уже два или три человека нашли мертвых которые не наши откуда-то хотели может быть и стал один в кустах заплутал другого вороны нашли они может они к нам ехали бог не знает на линии зарезал одного пургу может тот кто из казахстана грозил мне маленько не доехал вот ответ каждый пункт в краевом отделе юстиции про него напечатано в книгах где они покажут чтобы где-то по правилам жили люди которые с ними имеют связь и зависят от них у них ничего нету нету в этом отношении я миллиардер с бомжем я еще буду сравнивать то у меня конкретно каждая душа в которой я вложил душу свою которая подняты были которые пропадали которая цели жизни не было они еще не покажут у них нету и и что он дальше может намолоть ну вот получается устав ваш принимался не вами только всеми вместе принято все подписали они причем доллар нарисовал русский человек а при нем вся америка к вот каждый пункт пусть какой-нибудь опровергнет пункт и когда напечатали в местной газете нас свет октября мамонтовского района что написано бутылка не рассчитывается а если у кого-то было тогда то в каком-то размере больше все деревенскую кознула жить так бабы говорит там со слезами неужели такое место ездить бутылка не рассчитывается эти люди которые говорят что то в них ничего нету только разрушение одно поэтому и мы учениками быть стерлигова германа второй признак игнатий лапкин хотя и признает на словах авторитет отцов церкви на деле игнорирует их он толкует священное писание абсолютно произвольно в разрез соответствовать со светоотеческой традиции но он должен показать а раз не показан он лжец а лжецу определенное наказание этом он пускай просчитает второзаконие определенно 18 главе говорит что что ты желал другому не доказано эта статья падает на него и он должен быть если он подводил статью под расстрел его расстрелять и они бы сразу прижались за кустами а так я святыми отцами пренебрегаю значит златоуста кто впервые распространен в стране советском союзе по сегодняшний день никто кроме меня жития святых начитанная а по жизни как а почему отец олег стеняев когда спросили он горит я его давно не видел говорит ну там сильный полемист с сектантами и строгий аскет аскет посмотри что это такое пусть они посмотрят говорит человек который ни к тому ни другому отряду не относятся он был его это показалось сколько я трачу от раньше сколько я на питание уходила у меня от 9 до 11 рублей работа на стройке с бетоном на второй этаж каталки катать какая же сила то у меня было 9 11 рублей булка стоила 16 не булка кирпич назывался 16 копеек вот которые говорят пусть они применят к себе путь мой и проживут хотя бы один месяц и у них отсохнет язык лживый и говорит к примеру к примеру утверждает вот вы утверждаете необходимость ветхосоветного обрезания в новом завете я говорю нужно обрезание делать и это жарить и есть обрезки эти все заставлять их есть тем которые это говорят но если он говорит ну где одного человека найдет или где было обрезание где-то ну нет ну галина мая абсолютно даже не дьявольская что-то хуже дьявольского дьявол немного истины предлагают интервью у него берут то немного истины и ты ложь а вы сами выбираете это ничего нету я проповедую обрезание читал от их киргизской епархии он меня не видал ему это не надо и он показал что никто он так влип ему никогда не вылезти из этого он живет среди тех которые производят обрезание сделать еще не может ну там как мусульманская республика то и все кто он такой я узнать не знаю встречался читал что-то видел ничего нету просто говорит от всякое слово праздную дадут отсчет в день суда он знает что не судите он осуждает осуждает лживо я на это должен отвечать ничего нету и поэтому когда неправильно будет засловить радуйтесь и веселитесь я благодарю бога да благословит бог этого человека да откроет ему глаза что его ожидает и чтобы этом на суде не было помянуто ему да это полное я не могу сказать ничего обрезание прообразовала крещение у меня материалы большие если я подтверждаю это подтверждаю абсолютно ничего общего это чистейшего ложь которая не в словах не в поступках ничего не то есть совершенно из пустоты а из разреженного пространства из преисподней демоны вырвались лапкин учит об осквернении от прикосновения к телу умершему в новом завете никогда не учил и не говорил нигде ни разу он ничего не может сказать где покажи в одном месте где-то покажи где мертвы то ты умрешь я могу с тобой поздороваться прийти если надо простить тебя от прикосновения к мертвому да я все время с мертвыми животными даже вожусь не только с людьми и следующее говорит братья лапкины игнорировали указ первого иерарха рпцзмп митрополита иллариона о том что две церковные созданные им общины барнаулы потерявки не входят социал рпцз и их бывший правящий благослови благословляет их войти по домофор барнаульской епархии тувинской епархии дуле вещь антоний там полушаман как он на этой гитаре там посмотри как-то зарядили видел видел видом стоит там еще я должен на это отвечать но ответил так ответил так еще дальше дальше то дальше они даже не продвинуть да он сказал там но еще сказал так еще дальше ну и сказал так сказал и не сказал не знаю еще дальше то где в мировой истории было так чтобы люди ничего не повинны были брошены и благословлялись идти куда-то другую юрисдикцию мировой практике ни одного случая не было предатели они они бросили овец видя волка грядущего и бегут мы ни шагу не звинулись а мы единственной общины показали твердое состояние мы никогда наша община не было московской патриархии им надо сломить на нас их указы патриарши никак не действуют они могут тысячи издавать вот сейчас этот приехал армянина там был сергий посаде и говорит и там мужчина большой рюкзак раздает книжечки против лапкина чтобы не считали не брали вот где там санкт-петербурга сообщает там почаева меня это не касается когда говорят обо мне и мое имя произносит я глядываюсь кто это о ком они говорят потому что ко мне абсолютно никак не относятся еще должен время на это тратить вот я сейчас говорю и они поверят по-другому да никогда дьявол просто так не отпускает он загарпунил и теперь будет дальше тащить он написал давайте предположим написал действительно сказал они не числятся то есть его попросили патриархия назначила срок пять лет переходной период чтобы все перешли все не перешли тринадцать новых юрисдикций создалось они за это еще ответят а здесь вычеркни что их нету и он вычеркнул еще дальше это на бумаге играет в деле то ничего нету признавать акт о каноническом признании благодатности друг друга мы до этого акта все признавали московскую патриархию у меня брат там рукоположен не признавая это за счет священника нету ну тут также понятно что у нас по-другому никогда не было и этот акт а брат мой ездил там был у них в америке на этих съездах мы ничего не сделали не теряли но я думаю что дальше начался по-другому разговор когда заложили там патриарху а ему доложили как мест мне уже доложили и он говорит а как там насчет выгнать и лапкина то а наш епископ и говорит был и пихий курочкин мне сообщают он говорит если бы местный епископ максим дмитриев вел себя по-другому можно было ожидать изменения так нет значит дмитрий на ковер это максима его отсюда липецкая и губерния а здесь новый сергий ванников того убирают так перед его уездом мы были на встрече с нашим епископом и он был и он я готов на вертолете к вам полететь это прижгло на вертолете полететь потеряю вку а батюшка говорит у нас садиться негде площадки нет но он приехал приехал а до этого говорили ни одного собрания перхально не начинает не помянул вас в отрицательном плане и заканчивает вами а этот наоборот поминает и вот люди трудятся есть что посмотреть местные то есть совершенно по-другому какого-то прислали здесь понище владислав или кто-то как мы наш район попадает туда какой-то украины запада ли какой он с первого дня объявил войну священники которые приезжали с нашим архиереем а теперь там как бы другая епархия он их всех вызвал и сказал со мной будете иметь дело-то и все отбили они злобные страшно установлены добрые отношения его помогло нет это как американские шпионы с бородами чтобы их не узнали против бороды подпоясанные да кто это видел было такое даже вышел там старость уже вот братья сестры вы подумайте какое кощунство люди есть которые говорят жить по евангелию да кто когда жил по нему я должен опровергать это место настоятель выступает отец николай войтович есть люди у нас появились которые говорят жить надо не по плоти а по духу это как надо смехнуться то он зашел а там два священника которые к нам расположены они говорят батюшка так так написано павла написано теперь опять на меня накапают архиерею вот так старские врата они говорят он маленько откроет щелкнут эти златоустовцы то опять пришли придется проповедь говорить считать он сказать то не может мы добились своем проповедь зазвучала я должен оправдываться больше мне нечем заниматься да слушаются да у меня полная покорность советуют ждут есть чего я сейчас только говорил чтоб завезли еще песка закончили засыпать трассу дал звонок работа пошла меня если даже нету я знаю чем занимаются все люди до одного и в лагере такая дисциплина приехал полковник окопян сергей живанширович ну понятно летное училище высшее летное училище посмотрел в лагере в потеряевке когда я дисциплина и говорит а у меня воинская часть ничего подобного нету такой дисциплины да дисциплина мне в кгб не раз говорили с вашим таким настроем и дисциплина только у нас бы работать но я христианин гэлб не работаю не стучу ни на кого так мне нечего отвечать на это ну ничего нету а как я могу отвечать какое оправдание вот когда суд идет мне не надо оправдываться если я подал в суд за клевету они должны доказать а я теперь покажу в конце когда они не могут показать я тогда говорю противоположное вот и лапкин он набирал детей и не знает куда увезли и родители не допускают а в это время один за другим свидетелем идут родители и говорят а мы были в лагере жили мы их провожали в гости ездили когда дети наши в лагере были все они опять начинают да знаете санэпидемстанция у лапкина там спят на вещевых мешках судья спрашивает а подушки есть я говорю есть сколько 120 а сколько было детей 75 50 свободных подушек а как это доказать а вот люди которые там жили и видели вот они теперь 18 лет им уже все те сели да это не лагерь курятник судья говорит перестаньте у них регистрации краевое дело юстиции вы чего по окнам решаете какие окна и они додумая так этот смирнов там тоже смирнов евгений там евграфович кажется она их пресекла и все они проиграли все процессы ничего нету 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 и не было они выдумывают и поэтому я благодарю бога что они проводят тщательное расследование и ничего во мне не нашли нету а если бы они это не делали люди бы сомневались а после их расследования я в глазах людей совершенно другим предстаю очищенным они ничего не доказали это не могло быть потому что 57 лет назад 27 сентября 62 года я получил рождение свыше и крещение духом святым и всю жизнь положил на алтарь господа ничего не утаивая на сто процентов желая ему служить и средствами и знаниями и имуществом и территории которые мне бог выделил и вы были тут немножко кое-что видели давай Вячеслав добивай меня давайте ну что отношение к вашей вашей к русской церкви да и зачем им дать наши отношения к церкви да вот вы говорили это уже вот обвинение вас то есть что вы называете под московскую патриархию одним словом ложь от двумя всегдашнюю ложь от тремя тотальная всегдашнюю ложь и вы относитесь к ней как к чуме болотной это ваши слова да это я сказал в епархии в епархии местной и ни один не возразил мне перед ними не отчитываться я сказал лживые отношения между архиереями и священниками поборами задавили трясет буквально вся каждую каждый приход между архиереями чуть все где друг друга задают между патриархом и нижними я докажу где эта тройная ложь вот смотрите один человек Оскар Уйальд он говорит я слышал столько клеветых в ваш адрес что у меня нет сомнения вы прекрасный человек я отношу это к себе ну вот то что вы говорите это так про московскую патриархию этим вы самым не хулите церковь саму да как при чем тут церковь то если вы говорите о людях чисто об их грехах которые в ней это даже и не грех это безумие ложь от дьявола это уже и не грех это пере ну то есть человек человек переквалифицировался от служителя божия от служителя дьявола как златоуз говорит сколько раз согрешаем столько раз делаемся рождаемся от дьявола вот потому им трудно вот выступали когда свидетель отец Геннадий Паст он говорит в суде краевом в 86 году в августе месяце и он говорит да у нас у православных есть такое ложь во спасение но Лапкин никогда не идет на это он говорит если человека может убить правда пусть он умрет а это я беру беру не сам а беру от одного епископа у которого вышло два тома христианской нравственности так как этого епископа зовут но он не православный датский епископ на православная церковь выпустила его вы его найдете у меня две книги вот женщина там 50 лет первый ребенок родился и мертвый и она полуживая но как то ее силы надо сохранить чтобы умерла и консилиум она спрашивает как ребенок все нормально показать но она наставит покажите что делать и один выступил так если правда может убить пусть умрет весь ответ показали рассказали она не умерла но лжи не было я этого придерживаюсь мне нигде не дано как то ложь оправдывать дьявол есть лжец и отец лжи все сказано сатана залез в рот это в это меня не обвинит никто до десятого колена меня кгб исследовала нигде и никогда ни одного слова ни одной бумажки без подписи обратного адреса этому я учился у патриарха Тихона Беловина мой адрес только клеветы что можете не сомневаться вот допустим мне говорят знаете вот такой метар Тарапич который говорил то и нашли так это про вас он сказал на севере человек будут книги будут и будут поносимы много лицемеров не знаю а вот митрополист Сергий Старогородский сказал в особо опасные моменты Господь воздвигает людей не облеченных никакой властью и движим их своей предприимчивостью чтобы других вывести подходит очень но не знаю он просто сказал но во мне это сходится до одной буквы а на них ничего не сходится и мне очень часто бывает такое я просчитал я еду дорогой один священник Павел говорит я больше всех потрудился в гонениях и то другое я не могу даже помыслить что о ком-то из знакомых делается я сразу думаю это про вас написано это говорит протоиерей по телефону напечатал ну что ж ну вот ладно понятно с церковью московским патриархатом тут болезненное самосознание там они принимают все болезненно когда их что-то обличают понятно Андрей Куреев это сказалось об Игнатии по-другому говорил о священстве совершенно другая была обстановка ну вот смотрите против почитания святых мощей да и что не хватает им вы то есть утверждает вот Дулеевичи против что вы хулите непосредственно и вы против этого почитания вы говорите что святые мощи нужно торжественно захоронить ну хорошо хулите и торжественно похоронить это равнозначно нет ну да как а так так он хулит и просит торжественно с патриархом похоронить в самом почетном месте ну как совместить они бешеные слово хулить поясните откройте словарь википедию любую откройте хулить как я могу хулить когда у нас антимин с мощами я приехал в храм высшее имя я приложился ко всем мощам я нигде не хожу но я говорю то что написано прах ты в прах возвратишься не в антиминцы не в крестцы где они делают что в прах вы никуда не денетесь они это слово не понимают как баптисты венчают нехорошо человеку быть одному венчают по своему нехорошо почему дальше не говорите павел говорит хорошо оставаться как я нехорошо было сказано наполняйте землю а сегодня семьдесят тысяч ежедневно умирает от голода это недоедание вы что в самом деле сказали наливай стакан и ты пять лет теперь льешь стакан а там уже ну бурлит выливается и все куда вы откуда это возникло в Китае два миллиарда практически уже и поэтому поставлены определенные преграды а надо это или не надо я не о преградах говорю а о том что уже выполнено подумайте надо ли дальше идти когда это касается плоти довольствуйте с тем что есть я довольствую с тем что есть нигде мощи не выкидывал не поносил не обливал как протопопа вакуум дал указания там Алексей Михайлович отца его дег там налить там сверху могилы никогда ничего обман Господь говорит оставьте мертвецам хоронить мертвецов хоронить не выкапывать даже похоронить и то мертвецам надо оставить это мертвые люди которые занимаются этим похоронные отделы идите а ты говорит и проповедуй я это и делаю если начнут говорить допустим по нашей области где я проповедовал Тайский край у них за сто лет этого не было это Бог сделал все окрестные деревни только в окрестной тридцать тысяч домов посетили отдали Евангелие все заводы все фабрики пять милицейских отделов городское УВД краевое все воинские части и все что только можно пять университетов институтов сказать техникуме все тринадцать школ это все у меня было воинские училища это все мое было ежедневно проповедь и везде являлся с рюкзаком Библии который в десять раз дешевле которые в храме и поэтому по другому дьявол не может на меня смотреть а это служители дьявола которые лгут но вы мощи почитайте сами почитайте и прошу захоронить их захоронить торжественно с песнопениями как положено прикладывайтесь вы к мощам если они есть к примеру где они есть все понятно к Сергию Радонежскому был там ну где только был заходим в храм помолились и к мощам приложились попросили благословения этих святых я был в Ростове на Дону и я назван в честь Игнатия Ростовского чудотворца митрополитом я там всех обзванивал обзванивал где его мощи не могли найти мне так хотелось приложиться к ним это мой святой я в честь его назван он родился 28 мая по старому по моему 10 июня я искал его не только его никто не искал ни епархии никто не могли ответить отсюда вывод я его больше люблю и посчитаю чем они но вы нашли его не нашел его никто не знает где есть я его молюсь ежедневно ну следующее обвинение вас кости ваши опять протрясем хула на монашество вы утверждают что вы хулите именно монашество именно хулите и ваши слова монашество в том виде в котором оно есть принесло больше зла чем коммунисты фашисты масоны мусульмане все вместе взяты во много раз именно так все дальше не надо я признаю это мои слова в том виде в котором оно пришло не надо забывать вот в пятом томе полного собрания сочинений или как назвать произведение Игнатия Брещанинова говорит монашество кончилось и теперь что они не делают все во вред остались одни актеры актеры ничего не сделают почему они не слышат проехав столько монастырей а тогда было не два не три а пятьдесят семь тысяч перед революцией он говорит едва ли в четырех теплится жизнь не про монастыри про монастыри какая-нибудь притча Христом сказана или нет а притчу можно составить притча монашестве такая что если кто обратится к Богу он должен за стену спрятаться и там молчанием своим обращать миллионы людей стяжи двухмерен и вокруг тебя спасутся тысячи там сиди и там спасутся тысячи нигде этого не было это выдумка вот Мария Магдарина ушла 47 лет это египетская ее считают прям канон Андрея Критского каждый год а Мария Магдарина как будто не знает она апостол для апостолов а это 47 лет не прищищалась у нее ни одного дня евангельского не было ни одного и так и здесь но вы признаете ее святость святость признаете в котором оно пришлось сюда чтобы запечатать людей самые сильные высасывать из народа как Сидоров профессор пишет православный не давая потомство уходили в песок 11 тысяч мужиков только у Пахомия великого и ни одного миссионера ни одного а мусульмане идут Мухаммад умер в 632 году 6 столетий прошло как говорит Андрей Кураев и за 6 столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашлось а теперь вот они Южная Республика вот он Татарстан они дошли их а у них этого повеления то нету там все на мячах не принимаешь долой я могу об этом говорить потому что занимался многое встречался и говорил и не надо отрицать и вот монашество сегодня какие монашества когда Игнатий Бричининов это считай почти современник Пушкина и ничего не было уже уже кончилось монашество кончилось почему они это забывают и чем они занимаются с подогревом полы миллиарды отпускают на это и власть приветствует и так же будут ломать и отпускать разнеженные Господь дал повеление идите по всему миру и проповедуйте Евангелие и сказал не отпущайтесь сидите вот это был монастырь десять дней попытка монастыря построить была там на горе преображения построим три кущей тебе мне и тут будем что получилось не знали что говорят прямо не знали попытка создать монастырь это от незнания не знали помутнение разума там бесноватый ждет там демоны бьются скорее спешите туда я возрос на Библии и поэтому мы совершенно не понимаем у нас разный разговор о разном и вот и на это ответить я ничего не могу пусть они покажут вот миссионерством занимались некоторые у католиков поэтому южная северная Америка там не было никого из европейцев а в русских даже было там какое там крепость какая и ту же Аляску проиграли все дядя Вова мы с тобой вернем Аляску никто не вернет Прибалтику Аляску надо было проповедовать строить надо реально смотреть на это а если бы проповедовали проповедовали было бы другое а какие проповедники миссионеры Степан Пермский Иннокентий Вениаминов просветитель севера Архимандрит Макарий Алтайский среди аэротов я могу назвать и Николай Японский Касаткин четыре ну может быть еще пятый где-то там есть один такой гурий был из плена вывел 400 человек знает татарский язык все а остальное речь идет о сотнях тысяч которые запертые сидели они Евангелие не знают дух Божий побуждает идите Господь говорит сидите не просто сидите но ждите обетованного Духа Святого и вы обречетесь силою то есть они не обреченные силой не обреченные духом и они гниют там по сегодняшний день апостолы как Затаус говорит как птицы разлетелись как орлы по всей вселенной кто Фома в Индию Марк там Александрия апостол Павел облетал всю вселенную я вот за что говорю монахи это герои веры без Евангелия герои веры без слов Христа как поет из таких только гвозди делать вот возьми как они там обиходили Соловки Валаам да это труженики из тружеников где там Дамаскин то у них был в него стреляли не могли убить и он стал епископом они на на выставках сельскохозяйственных первые места брали но речь идет о проповеди облечетесь силой и принесете слово я об этом говорю я говорю о том что мы пришли ни к чему а если бы проповедь была проповедь даже слабенькая была бы даже без святых отцов если так то почему ни один баптист в революции не участвовал ни один повторяю ни один ни один адвентист почему потому что слово божие было вот возьмем сейчас мы 100 человек выходит из православного храма в любом городе в любом храме пусть сами выберут и возьмем 100 человек не выбирая набрать людей которые будут брать интервью и у баптистов или у адвентистов седьмого дня я беру их там 50-ники только в нравственном состоянии а проповеди а на работе везде сравнивать не придется настолько различны и не надо вот андрей ткачев то сказал люди у нас есть наши люди наши православные они узнали о жизни но не от нас они узнали что христос родился обещанный мессия пришел это наши люди и узнали они не от нас и как он жил они узнали и не от нас и как он умер за грехи людей они узнали но не от нас и он умер и воскрес и это тоже они узнали наши люди но не от нас они узнали это от протестантов и мы потеряли сотни миллионов может и он там называет цифры страшно сказать здесь идет не о десятках людей миллионы мы потеряли они это все узнали у протестантов давайте эти претензии к отцу Андрею Ткачеву это недавно он этот шедевр выдал а я этот день и ночь толмлю я узнал что имею от протестантов в Протеославии я ходил в церковь ничего у меня не было я жил и готовился быть кем не надо быть вот так и я на это могу ответить с двумя руками проголосую за то что сказал монашество в том виде в котором есть вот оно только такой характеристики может заслужить мертвое они убили проповедь ну то есть вот вы монашство смотрите признаете в том виде что оно без проповеди только не признаете ее когда она без проповеди а все остальное вы принимаете как же так они один Павел говорит хорошо оставаться одному как я ну фактически Павел как монах был ну не надо думать что он монах был это уже Павел Фивейский начнет а там Антоний Великий вот за это один я за то чтобы не женился человек который себя посвятил Богу шел и трудился женатый это как со связанными ногами она может и платье надеть и надушиться только выйдет замуж она тебе сядет на шею а там дети да больные и что дальше будет Павел говорит мне вас жаль у вас будут скорби по плоти не женатый заботится о Господнем как угодить Господу а женатый как угодить жене и никогда и не угодишь и так же не замужняя как угодить Господу а замужняя как угодить мужа она об этом даже не помышляет угодить вот и все я за монашество в том виде как Павел говорит быть одному и проповедовать идти благовествовать трудиться но если Святой Дух они же идут туда чтобы Святой Дух стяжать и если они его не получают они и не идут в мир получается стяжить Дух мирный спасутся тысячи одного покажите где чтобы не говорил сидел вера не от того что у тебя Дух мирный вера от слышания римлян 10-го года 17-ти от слышания не от того что там баба придумала от слова Божия от Библии а Библию перевели через 900 лет как приняли христианство скрытое было я долго не мог найти ответ почему они так боялись и вдруг нашел царю говорят не кто-то а епископ что если Библию переведут в стране будет революция я понял разве так действительно так люди поймут что и хоронили людей неверующими и родственники ушли и поступали совсем не по Евангелию что же с нами будет а где они есть вот так обвинение это не обвинение в мой адрес это похвала я ее приемлю вот вот которые женились потом вот у меня один такой был он яко на руку положили его здоровый крепкий в семье там 10 человек было там где он родился ну ясное дело у дяди его я могу фамилии все называть если надо кому-то не как то Толстов Петр потом ему имя другое дали какая-то девчонка там совсем как будто бы я в ней ничего не нашел она ему отказала он сразу принял монашество а дальше то у него начались конфликты а у него голос там люстры дорожат а потом он кончается в синвартории консерваторию от всего отказался я не знаю какой-то баритон или что-то у него я считал белорусский театр рад наконец-то у них такой баритон который на всемирных там конкурсах завоевал Толстенко Петр Федор он Васильевич Васильевич отец у него бывший сотрудник КГБ офицер стал священником вот такое дело и он пришел ко мне что делать я говорю вы же против монашества я говорю а где нет я за то если ты дал слово монашество все ты что хочешь делать но не женись выпросить свободное плавание как мать Тереза у католиков иди проповеду не сиди на месте но не женись ты дал обет Богу Богу дал тут я намертво стою да вас не поймешь против и очень просто я говорю о том что не связывай себя ничем никакими обетами иди и трудись но если дал обет Бог на небе говорит а ты на земле смотри чтоб Бог не поразил тебя вот и все есть ответ ну вот свята обвиняют в хуле на святых вот конкретно вы матрону московскую признаете за святую а мне еще признавать то матрону как ее признавать в дом пустить или как если я моюсь вот сейчас святая матрона моли Бога обо мне грешим признаю я ее ну как иконы не признают я говорю что на ваших глазах должен съесть ее или как и они ничего показывают иконы видят я доказываю всем что не идолы в интернете это никакой роли не играет почему он плененный дьяволом человек дьявол не выпускает он подписал душу свою ложью своею и никакие тут Максимовы Георгий никто не выйдет оттуда из этого плена ему надо на коленях ползти теперь вокруг Кремля ползти и просить и плакать чтоб все молились за его что он служил дьяволу этой ложью а на меня это никак не действует говорил ну что господи это его участь такая такая планета его и имена их не написано на небе лжецы там не будут никогда никогда ущиц лжецов в озере огненном кипящего смолою кипящего вот как писание на суще ну вот вы говорили что какую-то матрону нашли это от ваших словах я говорил на того что сейчас есть это считал я осипова-ка говорил брат туда ездил все забросили там Ксения Петербургская канонизирует канонизировали все царян надо канонизировали теперь матрону надо а матрону-то канонизировали не ту которая жила которая вам нужна была сейчас говорят когда канонизировали, она часто, очень часто, в подлинном смысле ругала священство. Сразу вычеркнули. Это не ее биография. Ее биография другая. Вот что. А теперь приходят, это Осипов даже там я читал про это. И о чем просят? Дочку замуж выдать там. Ну все такое самое. Как это парализованный Сергей Георгиевич Козлов говорил. Заказывали икону для больной собачки, чтобы она выздоровела. Ну еще сказать. Отпевать собачек просят. Даже отпевать. Довели до такое состояние пастуль. Ну вот Игнатьев Иванович, Сергий Радонежский, Осляба и Пересвет. Вот говорят, что вы их тоже хулиете и вы говорите, что их надо было предать анафеме. Правда ли я? Это правило канон. Я хулю. Если я правило поднял, я хулю. А они потоптали правило канон, которые, говорят, что трубы Духа Святого изрекли. А они молодцы. Почитайте канон. Если человек принял монашество и опять вернулся в воинское звание, да будет предано анафеме. А с ними вместе тот, кто благословлял. И все прекратилось. И они ничего не решили в битве этой совершенно. И битва эта не нужная была. Первая победа. 400 человек, 400 тысяч вышло, из 360 было погибших. 9 из 10. Какая же это победа-то? А через 7 лет Тахтамыш пришел и Сергий Радольский бежал, и келью сожгли. Пришло время. Все. Кутузов. Михаил Игоревич говорил, ну император заставляет дать Бородинское сражение. Дали. Оно не нужно было. И Барклайде, Толе, там кого-то потеряли. Почему зима? И дороги. И вся армия рассыпалась. Это ничего не решало. А он только говорил, наша задача отсидеться. Перетерпеть все это. И они сами перемрут, как президент России сказал. Говорит, ну они нас убьют, говорит. Мы мученики, но они все равно передохнут. Земля-то будет вся радиационная. Но вы их признаете? А? Вы Сергея Раджевского и осляву Переседа признаете? Осляву-то из них я знать не знаю даже. Сергея Раджевского каждый день молюсь ему. А сляву-то там это все никогда не поминал и не буду. И никакой нужды мне в этом нет. А они есть у нас в святках? А я не знаю даже. Я знаю, что они нарушители канона, сурового канона. И Сергея Раджевский потакал в этом. Так ли было? Ну, согласно того, как пишут. Вот так. Сергея Раджевского в моей молитве слуха. Вот почитайте утренние молитвы, я каждый день их произношу. Так что тут надо знать грань. А слябя теперь, Матрона. Я перечисляю ежедневно 77 святых. Мне не надо навешивать кого надо. Вот она переодевалась в мужскую одежду, там, Ксения. Я никогда не поминаю. Мне хватает других святых. Зачем на меня навешивать это? У нас на каждый день есть святые. Я поминаю Иерона. Они поминают его? Андрея Стратилата. Кто поминает? А я поминаю каждый день. Потому что это были воины, которые сложили оружие, не стали воевать. И были убиты. Ну вот, а почему вы не признаете преподобного Иосифа Володского за святого? Для меня Иосиф Володский это церковный Сталин. Как он князя день и ночь долбил. Казнить надо. Казнить надо, которые казнить надо. И наконец князь говорит, ну как же так казнить-то? И наконец сказал, я должен ему молиться. Оборони Бог меня от этого. Здесь речь идет не о признании святых, о которых они придумали Ушаковых и других. А теперь кого? Талькова Игоря канонизировать надо. Суворова Александра Васильевича. В таком случае как претерпевших тут можно много найти. Которые погибли хора Александрийского. Александра военный летел в Сирию. Там тоже были. Лиза там была, врач. Погибла она. А может их специально сделала. Легче один раз утопить как лодку, чем платить им. Старикам этим. Люди по-разному говорят. В Америке вот свергли там торговые центры. А теперь все доказано, что умышленно все это было сделано. Что вы вторгнулись в Афганистан. Подумаешь, 3500 погибли. А там-то погибло больше. Не надо нажать на меня. Моя память канонизирует. Память, знания канонизирует. Вот у католиков был там Родригес какой-то, кажется. И он вышел с чашей к народу. Он добивался того, чтобы повстанцы проще сложили оружие. Они там убивали красное. Красное. И он вышел к народу прищищать. Чаша в руке его. Они тогда дали очередь. Народ упал, а он стоит с чашей. И они его застрелили. А я в это время в тюрьме был. Мое сознание канонизировало его сразу. Так он католик, с вами я не советуюсь. У меня своя совесть, за которую я отвечу. Ну, давайте на меня нападайте за то, что сознание мое канонизировало этого человека, который погиб с чашей крови Господней в руках. Также вас обвиняют в строительстве, что вы против строительства храмов. Что вы вообще против храмов. Так ли это? Вы против храмов вообще? Которые есть. Которые есть. Этого хватит. Хватит. Они пустые уже будут. И не могут их обеспечить. Все время ходят. Дайте, дайте, дайте топить нечем. Зачем? Еще луну делают. А я смотрю там в Сербии. Они крест сломили, а уже луна там под ногами. Заходят в мещеть. Готовая мещеть. Храмы мы храмы. Апостолы не строили ни одного ежедневно. Собирались по домам. По домам. Они не нужны храмы, повторяю, в том виде, в котором есть какие средства. Колокольню там. Составы кирпича гонят туда. И никого нету. Вот здесь у нас Новоалтайск. Икону нарисовали. Нарисовали. Какое? Обрели мощи вифлеемских младенцев. Ну врали. Ну брехуны, как говорил Козлов. Ну кто ж тогда был, когда прикосновение оскверняло. И кто бы какие мощи хранил. Две тысячи лет назад. Безумие полное. И вот икона валяется там. И передать-то икону. И храм пустой. А передать-то икону. Бабы там. На вторую букву алфавита названная. Храм заполнили-то. Андрей Ткачев как-то говорил. Второе августа. Храм переполненный. Илья пророк. Воскресение. Христос воскрес. На половину нету. Но придет Илья. Он подвинчивает вам головы. Это его слова. Ну доходят помаленьку. Доходят. Они никого не крестят. У меня есть стихотворение. Я обвиняю вас. Обвиняя в конце говорит. Я Слово Божие обвиняю вас во всем. Это не я. Я от имени Слово Божие стихотворение составил. Везде. 719 действующих правил. 413 ежедневно во всех храмах умышленно нарушаются. Если по канонам смотреть, они никто. 6-й Вселенский собор. 14-й, 13-е правило. Если до 30 лет будет священник рукоположен, да извержится. Они извергнуты. 99 процентов. Это мы так только еще натягиваем. Да может, там благодать. Идешь себя, говорится, скрипя сердце. Зачем им безусых ставить и туда? Они планку принизили до лужи грязной. Ее надо выше поднять. Каноны велят. Женщина, сделавшая аборт на 10 лет. Василий Великий. Второе правило. Никто не отменял. Он 40 поклонов сделал, подружка. Мы живем в ужасное время. Возьми Пархоменко, там вот эти выступают священники. Иудейские басни Ветхий Завет. Что сказать на это? При двух или трех свидетелях, отревшихся законом Иисеева, без милосердия предается казе и смерти. Он не считал это? Евреи доберутся до него. Да. Ко мне претензии имеют. А я к ним не имею. Почему? Да они чужие, неверующие. Какие претензии могут быть безбожникам. Пусть живут скромно. Не меняют эти кадиллаки. Такой же вопрос по крещению. Вас обвиняют, что вы всех учите перегрещиваться. Как говорят об этом, что это ваше учение такое. и говорят, что вы вас, когда крестят, тех, кого до этого облили, не читается, а еще не крещен. Читается над каждым. Читается. Не надо, это брехуны. Как Сергей интервью или как-то беседу Калининников брал, Виталий, и говорит, а как вы с Игнатьем познакомились? Как? В интернете одни брехуны. И брешут, и брешут. И вдруг я наткнулся, правда, абсолютная правда человек говорит. Когда у меня была презентация первых, кажется, четырех или восьми томов книги, и пришел проректор по учебной связи Семкин Борис Васильевич. Мне говорили в профессорском составе он самый умный еврей. И он говорит, вот когда считаешь что-то, а потом с автором встречаешься, они лукавят, они и такие. А тут я считаю и знаю Лапкину уже столько лет. Вот один к одному у него. Я ничего нигде не прибавляю, и поэтому оно не вмещается. За что предали Иосифа? Никто не знает. Да вот Стефан первомущий говорит, и по зависти предали его. По зависти. Понятно? А они ни один брат, да что кому завидовать? Пилат знал Христа, предали из зависти. Пилат знает, а они не знают. Первое ощущение Каяфа, а она не знают. И так и здесь. Они мне страшно завидуют, все клеветники. Они не могут прямо сказать. У них нет своего мышления, нету. Поэтому они каждый день, что бы ни сказали, он должен поддерживать. А внутри у него пустота. А я живу этим. Живу свободно и радуюсь в Боге. У меня вот народная линия русская запросила нашего митрополита Сергия Ивановича. Характеристика. Он ответил, у Игнатия Тихоновича не выявлено ни канонических, ни догматических нарушений. Нигде. Меня исследовали где. Я уже не раз отвечал. Но я ничего этим не добиваюсь. Ничего не прекращается. Почему? Это моя награда. Я должен этот крест донести. Ну, мне уже, знаете, старого быка. Чем больше бьют, тем шкура толще. Меня это нисколько не трогает. У меня столько впереди работы. Я вот сейчас смотрю, успею это сделать или нет. Сегодня вот сколько перекачал. Тебе ответ дай. Эти дай ответ. Там подъезжают. Здесь встречать надо. С утра уже позвонили. И по житейским делам. Новые души приходят. А я вас считаю духовным особым. Женщины, мужчины там в Австралии, в Америке. Я не знаю никого даже из них. Нарожал и сам не знаю когда. Ну, понятно. По крещению вопрос не будем тут поднимать, потому что этот уже разобран сто раз. Перекрещивания нет. Крещения не было. Их обманули людей. Они, ну, вместо денег, свет погас. Дали фантики от конфет. А человек пришел домой еще раз получать деньги. Да ты не получил обману. Это так и здесь. Если не в три погружения, 50 апостольское правило, они должны быть извержены. Извержены. никакого обливания, крапления нет нигде. А то песком. А что дальше не говорите? Что Дионисий, там, епископ, когда пришли, сказал, не выдумайте, идите крестите. Они на запятой отрывают это. Лжицы. А лжицы всегда были прокляты перед Богом, перед людьми. И к их проклятию меня не тянет прислоняться. А дьявол своих заберет, потому что они лжицы. У меня материал о крещении есть. Я привожу 136 свидетельств. Библия, святые отцы, каноны. У них ни одного. Я как могу сравнивать? Раз ни одного, значит, моя правда в бесконечности больше. Если был бы хоть один у них довод за такое крещение своих здоровых людей-то, тогда бы 136 раз. Два, значит, было бы не 136, разъявить на 2. А у них ни одного нету. А по сравнению с нулем бесконечность. Бесьмёртка на боку. Ну вот, утверждают тоже о вас, что вы против постов православных. О! То, что вы говорите, что они не евангельские. Ну да, не евангельские. А где они в Евангелии? Пусть покажут. Но я строжайшее исполняю. Меня только говорят, да разве можно так, чтобы на детей такое его накладывать? У нас от груди мать отсадила, все посты соблюдают. Не зная евангелия, родившись в старобрядческой семье, я ни разу в жизни пост не нарушил. Ни в тюрьмах, ни в больнице. Вот в больнице я лежу, сделали мне операцию. приносят, я говорю, это не могу, как не могу. Ну, у вас на молоке манка, да, я сейчас пост. Ну, что, вам отдельно будут готовить? А я не прошу. Пять дней осталось до рождества, я и так пролежу. Вот они забегали, там, и фруктовый сок, еще такое, не доеду, летели. Ну, все, накормили. Я говорю, что вам надо, я говорю, картошку нечищенную. Только сильно не разваривайте, чтобы нож протыкался. Вот, долетел я до Финляндии, а оттуда до Америки. Финэр называется. Им молодые стюардессы раздают там все-то. Подошли ко мне, я по-английски отвечаю, у нас пост сейчас, я не могу есть. Пост? А, что можно? Я сказал, вот можно то и то, растительного происхождения там где-то. Я заметил, к ним, к людям, подошли два раза, а ко мне четыре раза. С улыбкой. Там нашли орехи долбленые, грецкие, там еще кажется кедровые, земляниху. Вот, это 92-й год, и я все еще помню. Какие они? А у нас, я знаю как, если к тюардессу подошла, она бы мне сказала, что дали, то и жри. Не выдумай, у нее даже шапочка сморщится от гнева. А там не так. Так, вот вы кого-нибудь когда-нибудь в жизни учили не соблюдать посты? Да, сохрани бог. Я бы учил, когда я на этом вырос. Не зная Евангелия, не слыша слова библейского, мы тщательно соблюдали в армии, не где-то в армии, в тюрьме, в лагере, я ни разу не нарушил. И это все знали, которые там. И что интересно, на день Благовещения еще не раздавали, кормушка не открывалась, а к нам подошли открывать. Где они взяли, я не знаю. селедка, и селедка свежая, вареная, и целое блюдо там сложено, чтобы только пролезло в кормушку-то. Ну, а мы были трое на всех. Отец, это для вас, у вас же сегодня можно рыбу есть. Вот пришел ко мне, повыпросили отца Николая Войтовича, это благочина Алтайского края, причастить-то. Ну, я узнал, что он придет. Ну, и приходят, я там сказал, я три дня не пью, и я им, что вы, тут же туперкулез свирепствует, вам нельзя, нельзя, нельзя. Вот, я вас прищищу и больше так не делайте. То есть, они меня наоборот жалели. Обвинение свое они возлагают на меня. Это они не соблюдали. То первое, то второе. И те, которые к ним приходят на исповедь, спросите, кто в среду-пятницу соблюдает, и все посты согласно календаря хотя бы. Календарь пишут ослабленный, так не постились. Вот, кто к истину православил меня пост, это большой устав, я его переводил и делал. Я никогда во всех не думал, я знаю, пост необходим. А то, а если они постятся, почему они такие жирные? У нас поп был здесь 153 килограмма при росте метр шестьдесят девять, кажется. Ну, еще спрашивать. Я уж приходил к ним, отец Семен, ну, еще же вы так. Я всегда думал, как не стыдно перед народом выходить с таким пузом. А Нургалеев тогда всех пузатых милиционеров уволит. Пузатых. Нестандартное слово такое от военного человека. Такое есть тоже. Посты я не соблюдаю. Да, дальше. Я не соблюдаю. Еще из этого... Я не соблюдаю. Отсюда что? То, что я говорю, неправда? Ну, дальше-то что из этого? Я не соблюдаю. Они со мной за торбезой никогда не были. Никто нет. А я читал там. Вот одному... Здесь такое черная сотня. И там один Роберт, кажется, Робертович. А они к нему обращаются. Вот тут кто-то... А мы только сайт появился. И кто-то обратился туда, не знаю. А они дождались. Дождались его, он руководитель. И говорю, такой-такой вот кто? Ну, это яговистский жид. Яговистский жид. Ну, а дальше они священника спрашивают с Нижнего Норга, кажется, или области там. Отец Сергий. Вот такое дело, вот Игнатий такое. Нужно ли это и можно ли там? Он говорит, а у него бывает, что? Он проповедник такой, там заслушаешься. Но бывает, что люди обращаются, там другие, там маркоманы. У-у-у, сколько людей. Вот один вопрос. Куда он приводит людей? Как куда? Все в Московскую Патриархию. Скажите, что вам надо? Человек работает на работе, зарплату приносит домой. Кто спрашивает, кому он муж? Он не чужих детей кормит. Всех до единого за 57 лет я привожу только сюда. Какой вопрос? Какой? Злоба. Исидор Пилосевский говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Это глухонемые показывают. Вот так вот, дурак. То есть разум вспихнули. Ну вот такое тоже еще есть обвинение серьезное, что вы оправдываете ересь Нистория, который называл Пресвятую Деву Христородицей. А где я ее оправдывал? Покажите, где? В молитвах ежедневно обращаюсь Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Это куда деть? Нистория так молился? То есть это ложь полная? Стопроцентная. Но я говорю, что если когда принимали, то Бога она родить не может. Я поясняю. Бога родить нельзя. И поэтому Нистория здесь в данном случае был прав. Христородица, если бы утвердилась, так бы было. Но церковь приняла так, я принимаю. Но у меня есть разум, и я говорю, Бога нельзя родить. Я отвечаю это. А вы хоть раз называли Христородица? Никогда. И никак. Непостижимая тайна. Но церковь так приняла. Так же спрашивается, что вы исповедуете Филиокве. Правда ли это? Оправдывайте. Я не исповедую, но говорю. Символ веры от Отца Исходящего. И ни разу в жизни я по-другому не считал. Ни разу. Но говорю, что с Филиокве считают католики это правильно. Потому что половина святых отцов так и понимали. А как это так-то? Ничего. Он говорит, пошлю, а в другом месте умолю отца. И то, и другое доказано. Не надо лгать на Евангелие. Евангелие показывает, что то и другое верно. А запрет, что Филиокве, то есть и отцы на них не исходят. Такого нету. Нету. Это выдумка. Исходит. Он сам сказал. Я в душе это верю. Нигде это не проповедую и не пишу. Мне что, отказывают мыслить? Хотят меня поганое свое ведро на голову надеть? Многие садились на меня, да вовремя сбросил их. Ну католики, получается, не правы в том, что они просто отошли, они договорились. Это было принято. Сказано не добавлять. В этом они не правы. Должны были одинаково все принять. Я беседую с Григоряной Армянин. Ну как вы думаете, это влияет? Григоряной Армянин. И вот они такой-то собор там четвертого вселенского не приняли. Я беседую с ними. В Ереване нахожусь. Признают. Они приезжают здесь и служат с нашими вместе. В нашем Покровском соборе. Эфиопская церковь приезжали, служили. С Папой Римским патриарх целуется, благословляется. Вы меня в чем обвиняете-то? Тогда берите за патриарха, за Алфеева, и за всех, которые там, начиная с Ротова, да и раньше еще. Еретиками мы нисколько, не меньше имеем недостатков и нарушений. Все католическое. Патриарх там был, встречался в Гаване, так с ума сошли. И поминать не надо его. Я против этого. Патриарх ничего не сделал, кроме того, что уже есть. Такие же бритые, такие же обманщики не крестят как следует. Все католично уже. Хватились. Ну вот смотрите, Игнать Тихонович, вот вы, вот тут вас обвиняют, что вы соблюдаете все каноны, говорите как будто, но вот вы молитесь с еретиками, а это запрещено канонами. Ну да. Как молитесь с еретиками? Поясните, как вы молитесь с еретиками и что это такое? Почему так обвиняют? Вот допустим, я приезжаю в город Пензу, там где я жил. Ну мне нужно найти людей, у которых я жил на квартире, баптисты. Молитвенный дом, мы знали где, приходим, заходим, а они занимаются освещением Слова Божия. Прекрасно. Если мы дальше начинаем слушать и считаем молитву, ту, которую я произношу, или они, ничего еретического нет. Я должен сказать аминь, я обязан сказать аминь. Речь идет не о них. Почему или я не боялся молиться с этими, которые поклонялись Ваалу, а еще даже смеялся над ними. Но вот мы пришли к тем, которые, допустим, баптисты признают Духа Святого во имя Отца и Сына и Святого Духа. А есть такие Отца и Сына во Святом Духе. Это уже ересь. С ними никак нельзя молиться, если они так говорят. И мы к таким были, вот пришли здесь, пригласили нас. Мы побеседовали, говорят, мы будем молиться, мы сразу вышли в коридор. А почему вышли? Потому что вы еретики, и с вами молиться нельзя. И повернули в другую сторону и стали молиться. Вот и весь ответ. Если считают они очень наш, кто бы он ни был, я должен сказать аминь. Я соглашаюсь со Христом, а не с ними. Не надо дурью маяться. Мозги-то отшиблись своим послушанием дурным. Ну, понятно, понятно. Так, но отношение к поиску Пресвятой Богородицы Не верю. Сразу говорю, не верю. И если даже это поиск, я не пошел что-то, догмат какой-то, что ли. А вот сколько людей пришло, это неверие. Они к вещам любят прислоняться. Фетиш нашли. А у греков, которые привозят, а у них все продается. С чемоданами кости везут неизвестно от кого. И покупают. Ноги там пилят, отрезают. Это торгаши, которые табак завезли при Алексее Михайловиче, с ними разговаривали просто. Носы резать и отсылать, ловить соболей в Сибирь. Кого слушаете-то? Я не призываю ни к чему, я просто говорю исторические факты, которые были. Вот они и сказали, там сказали, надо проверить, так ли и нет. Где как? Какие еретики? Конкретно покажите. Признают они Святую Троицу или нет? В этом вопросе. Они не еретики. В этом вопросе. А считают они правильно во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, благослови путешествующим. А я скажу, не надо, Господи, нас благословлять. Через них я вижу Дух Святой. Ой-ой-ой, у меня на занятия ходили. Да как вы говорите, Дух Святой? Да так. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Я цитирую Священное Писание. Я спрашиваю баптисты, вы признаете Иисуса Господом? Да. Все, все. Все, Дух Святой. Но они засохли на первой ступени. Без церкви, без священства истинного, рукоположенного по кератонии, по нисходящей линии, нет церкви. Нет. Я их сильно огорчаю этим. И я вам советую. Или достать это. Перейти в православие. Все. А все остальное меня не касается. Они меня этим не испугали, ничего. Вот смотри, я с баптистами молился. А из баптистов сколько семей только у нас в общине. Тех, которые нападают, у них ничего нет. Павел говорит, для всех я сделал совсем, чтобы приобрести некоторых. За чем они обвиняют меня? Я им буду называть сейчас людей, в разных городах просто не буду называть. Я знаю, как они съедят, сожрут сразу. Если уж головина проглотили, да кинулись на Ткащева, вот вообще, про меня и говорить не надо. Но они меня не могут взять никак. Я не принадлежу к их касте. Во-первых. Во-вторых, отец Геннадий Пас сказал, вас спасает ваша безупречность. Все. Они ничего не сделают. Меня судили, ничего не доказали. Я реабилитирован. Моя реабилитация на страшном суде будет от вас. Я вас молюсь, которая в чем-то пытается меня обвинить. Да я им не нужен. Просто через меня Бог проливает свет на истину. Я люблю Библию, а вы нет. А кто не любит Слово Божие и говорит иначе, Анапима. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Ну вот, Антон Дулевич вас обвиняет в том, что вы не выложили в интернет ролик, который вы с ним беседовали, что якобы вы хотели скрыть. Они своровали, его ролика нету. Своровали. Сначала просили меня не публикуйте до определенного времени. Люди из патриархии, не публикуйте. Я его не публикую. Я смотрю, вот как Дудин зашел. Ни одного ролика нету. Они залазят и хозяйничают бродяги. Шпана подзаборная. Они тут же его украли. А что с ним разговаривать? А что бы я говорил-то? Хам. Полушаманские там поступки смотришь и дрожь берет. А возьми вот этот Сорионов-то выходил. И как хлопнули и нигде нету. А то такие имена берут Антео. А я сразу зашивал неопределенный темный объект неопознанный Антео. А НЛО там неопознанный. Вот и все. И все кончилось и нигде его нету. Нету. Я знаю даже хороший, кому хорошо относится Душанов-Константин Юрьевич. Как он евреи там заголовок горбоносая пущеглазая сволочь. взяли прихлопнули и ничего нету. Нету. Нигде не выступает. Теперь на мусульман. Евреям ни одного слова нет. Почему? Подписка. Он сразу загремит в этот день. Вот этот шаман идет Кабышев и только выступает. Меня арестовали, они не нарушили закон, по закону. И со мной там как обращались, они закон не нарушили, они по закону. Он эту фразу повторяет непрерывно. И вот к сестре меня отпустили, повидаться, они закон не нарушили, они по закону. Все. Там обломают не таких. А я как проповедовал там, так и проповедую. У меня хорошие отношения сохранились. Потому что я за закон нигде не перелазил, где он не противоречит. А где закон, конституция противоречит Евангелие, для меня это не существует. Ворнбранд был такой. Он вышел прямо и сказал Ричард в Румынии. А не правде всей, что выступает. Сразу арестовали. Я там был, а они не были. Они не знают, что там такое. Придется соскребать со стенки. Мне покорялась вся камера. Покорялась. Зазомбировал всех. Я повторяю, представь себе, я на пересылке, меня привезли. Я первый раз. Только в камеру захожу, камера переполненная. Три человека на шконку, на кровать. Я захожу, перекрестился, дверь захлопнулась. Мир дома сему! Зашевелились, как щерви во тьме. Сразу один подходит, вор в законе, пахан. Так, по какой статье? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Я говорю, это 190-е. А это прим. Как звучит? Распространение заведомо ложных измышлений, порощащих общественный государственный строй. О, политкоторжанин. Так, проходи. Где бы вы хотели? А у них по очереди ложатся там, по 8 часов каждый там на шконке. Подвел, где к кислороду больше было. А вот так. Ну-ка, пошел отсюда. Прогнал так. Ты наверху куришь, куришь, тоже пошел. Две койки мне сразу отдали. Дальше я начинаю работать. Уже на прогулку повели, я успел написать у меня с собой. Уже просят то, то дай. Начальник вызывает там. Рор, это вы там записки оставили? Я оставил, меня спросили, отдал. Молчок. Дальше начинается беседа. На всю камеру три человека, которые не курят. Я этому старшему говорю, Василий, нужно, чтобы вымыли руки, я им дам Евангелие, у меня Новый Завет с собой, буду считать. И чтобы никто не курил. Отбой в 10, два часа мои. Все лежат или стоят, или сидят. ни один, ни одного звука, а там есть смотрящие. Ты не порадуешься, если нарушишь. В это время открывается камера, и охранники с двух этажей стоят у дверей. Я проповедую, как на кафедре. Я спрашивал тех, кто сидели, Глеб Якунин, Зоя Крахманникова, Саша Огородников, Герои веры. Да мы даже не слыхали такого. Никто не видал, а не Господь мне все покорил. В Новый только привезли тюрьму, там где-то было в Жамбуле. Утром говорят, вы ночью молились, стояли на коленях, семь человек стояли на коленях с вами, можем мы с вами будем молиться. Мы договор заключили сегодня, человек 15, табак собрали, туда бросили, уплыл. В туалет где-то. Правда, некоторые уже на другой день, человека два, стали матрасы теребить, чтобы дым создать ватой. Я спрашиваю теперь, у кого такое было? Никто не знает и не слышал. Почему? Бог покорил мне, Давид говорит, народы. И где бы ни был, следователь обратился, следователь принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Дорогой когда ездили, еду, а рядом женщины везут, за решеткой сидят, этапом идут. А этап один из самых свирепых новосибирский конвой. А они, женщины, дайте нам молитву, дайте то другое. В часовой ходят по коридору. Подошел, а почему вы не отвечаете? Я говорю, устав запрещает это делать. Так, а если разрешим? Разрешите, напишу. Так, бумагу давайте женщинам. Давайте ручку сюда. Я им написал сразу. Он подошел, теперь я его обрабатываю, зомбирую. По их я терминологии говорю. Я говорю, в туалет сходить надо. Повел. Женщины криком кричат, туалет не ведут. Я поговорил с ним, говорю, мы бы сводили, женщины, так трудно. Он повел. А боится, что она в окно что ли вылезет? Ну, паразит, ты закрой окно, дверь-то закрой, что ты не видал-то? Ну, дай мне порожниться-то. Слышу, кричит. Вот такое, закрыл дверь. То есть, я еду дорогой и всех обрабатываю. Они не знают, они не были. Меня Господь переливал, как вино. А Господь говорит, ты сидел на своих дрожжах. Ты не был переливаем. Я заброшу тебя, как меч бросает в другую страну. Я испытан был и заброшен в Казахстан. Я беседовал с мусульманами. Хорошее отношение с командиром Словак Владимир Васильевич. Потом я его нашел после этого. Сейчас. Я его просил однажды, когда он наказывал, бывает между собой там подерутся или что-то, они к нему приходят, гражданин начальник. А он здоровый, высокий рост, а сам такой сухощавый. Накажите меня, только не пишите в анкету, там где идет. Не пишите, потому что набирает рабочих. Рабочих надо. Он отсидел полстрока, можно условно досрочно, УДО. А если у тебя замечание, тебя кто же выпустит? Ну накажите меня. У него шланг, я не знаю, он то ли сплошной или что. Он раздевается, человек руками ухватывается за стол, а он метр восемьдесят или сколько, он так порет. А я сижу в кабинете у него. Он меня вызывал, мы беседовали. Я его попросил меня наказать. Наручниками, где приходят, приближите меня наручниками, а то я буду писать и ни разу не испытал. Он говорит, нельзя, если узнают меня, снимут с работы. Наручники надевают, когда принято решение. решение. Там, там, в верхах или где-то наказать. Я не имею права. А вот здесь я сам по себе расправляюсь. Я говорю, накажите меня. Ну и он говорит, долго не хотел, потом говорит, ну раздевайтесь. Я разделся, за стол уцепился, и он меня врезал раз до другой. С чем объяснить, не знаю, как будто под кожу сунули шланг с кипятком. Бывает, значит, там десять или сколько ударов не выдерживают. Но он еще не запишет, он добрый очень. И мы встретились, я ему сейчас обхаживаю, и выслал. Вот у меня биография, она интересная, красивая, безропотная. Я их, которые хулят, то другой никак. Я жалею их. Благодарить не могу, потому что участь их плачевная. Но вы на них нисколько не обижаетесь. Нисколько. Я молюсь каждый день, перечисляю имена, когда узнаю. И нынче Бог усмирил всех, за все лето не было. Где-то кто-то, я их не считаю, не знаю, меня это не касается. У меня работы, я иногда до дома едва доплетаюсь. Рухнул, и все. Только сапоги снял, упал на постель, не раздеваясь, и все, до утра. А мне надо вставать на молитву ночью, а потом 4,40 общий подъем. У меня такой график им не выдержит. Вот как-то я считал, щит и меч, это главная газета МВД. И вот там под интервью берут ваххабиты и говорят, ну вот бывает, внедряют своего человека к вам. И евреи тоже могли бы, они говорят, нет, не удастся. А почему? Распорядок не позволит. Если он с нами будет жить, он или с ума сойдет, или обнаружится. Мы, говорит, только ночью три раза встаем на молитву. Ночные намазы совершают. По-другому нам нельзя. И поэтому он или с ума сойдет, или будет такой же, как мы. Я это могу сказать. Вот сейчас мы уже все у нас в группе. Вечером молитва общая. И в 4.40 мы встаем. Никита тоже молитва общая. Так хорошо. Когда я один, то боролся. Две недели в 4.40 постою, две недели меня вытаскивает обратно. Опять две недели постою, а сейчас, когда все вместе, ты понимаешь, что сейчас тебя посмотрят, тебя там нет. Скажут, вот, значит, сбился, ну, как бы все, слабину дал, и встаешь, заставляешь, пошел на молитву. Так хорошо. Вот так. Поэтому эти обвинители, когда был суд-то, когда были, нападали на меня, я подавал в суд, от них ничего не оставалось. Они сразу, это мое личное мнение, я сказал, почему это вышло, и проще. Они мочились, говорят, и морались. Потому что человек, живущий такой жизнью, он не тверд в уповании. И лжец должен иметь отличную память. Он должен помнить, как было и как солгал. А мне не надо память на это. Поэтому наши, вот, которые выставляем, я не могу сделать так, как другие делают. Вставляют там одно, другое, фотографии. Вот я сейчас разговариваю, в таком виде и пойдет. Сто процентов того, что было. И люди говорят, в этом особом, в особый шарм. Вы говорите и доверяешь. Вот в Сиратове только два новых человека пришло. Один вышел даже в интернете, другой только написал. Благодарю вас, Игнат Тихмич. Слава Богу. Больше нет, они еще. Все, хватит. Хватит. Ну, слава Богу. Ролик хотя бы будет, будет вот ролик, можно будет его скидывать. Потому что люди пишут, они хотят вас оправдать в своих глазах. Но им много надо где искать. Я говорю, ищите, смотрите. А вот теперь будет ролик, может будет ответ. Буду сейчас его буду ужимать и к утру я его могу выставить. Хотя сегодня вот который был человек Евгений, то я его хотел, но у меня тянет слабо. Ну и меня два не выставить. Ему тогда на следующий раз. Это более важное. Потому что мы разговариваем уже сейчас 32 минуты. Да. Ну слава, благодарю вас. Спаси Христос. Слава Христу. Итак, поэтому смотреть я ничего не смотрю. Я говорю, вот там, там против не некогда. Роликов около 220 против меня в интернете. Это вместе взять всю Думу и всех депутатов и президента и премьер-министра на них меньше. На всех вместе взятых. Почему? Богу известно. Потому что это любовь Божия. Он знает крепость мою воодушевляет, благословляет. А я молюсь каждый день за них. Ну все. Благодарю вас. Спаси Христос. Слава Христу. Если все, все. Отключайтесь. Все.